МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Формирование комфортной городской среды» – это что за проект? Как он работает? Первое, что я хотел бы отметить, это то, что вопросами благоустройства не только в нашей стране, но и в любых странах занимались точно уже давно, с момента формирования городов. Поэтому само терминологическое понимание благоустройства у нас действительно уже существует. Мы понимаем, что за этим стоит, но необходимо отметить, что в рамках национального проекта, в рамках приоритетного проекта – это формирование комфортной городской среды, и вообще городская среда. Такой проект у нас впервые в современной России. Обычно в рамках федерального законодательства у нас вопросы благоустройства – это задачи муниципалитета. Мы на сегодняшний день говорим, что это задачи не только муниципалитета, это задачи федеральной власти, субъектовой власти, это задачи всех уровней. Почему? Потому что мы на сегодня совершенно по-иному подходим к значению городской среды. У нас городская среда становится национальным ресурсом. Мы когда говорим о ресурсе, мы обычно что с вами понимаем? Нефть, газ, финансы. Рекреационные ресурсы, да? Воздух, солнце и вода. Но мы никогда с вами не говорили о том, что городская среда – это ресурс. То есть мы на федеральном уровне взялись за благоустройство городской среды? В качестве основных субъектов благоустройства в рамках проекта – это дворовые территории и общественные зоны, которые определяются для благоустройства, опять же, жителями. Поэтому мы понимаем, что есть комфортность городской среды в широком смысле этого слова, и оно достаточно субъективно. И есть в достаточно четком программном документе сформулированное понятие городской среды и его комфортности по двум сегментам – общественные зоны и дворовые территории. Вот у нас все говорят про формирование комфортной городской среды. В Чебоксарах проходило 40-е заседание главных архитекторов субъектов РФ. И вот там тоже даже тема года звучала – комфортный город, миф или реальность? С теорией все понятно, с практикой – как реализовывать будем, как достигать будем этой комфортной среды, как сработает проект? Для нас в рамках проекта на сегодняшний день, еще раз повторюсь, это дворовые территории и это общественные зоны. Причем реализация проекта разбита на, скажем так, два этапа. 2017 год, и мы сейчас живем в парадигме 2017 года, но это достаточно жесткий тайминг, потому что мы начали реализацию проекта с января 2017 года, а к октябрю текущего года мы уже должны увидеть готовые благоустроенные дворовые территории и общественные зоны. И одномоментно к декабрю текущего года должна быть сформирована программа «Пятилетняя» по благоустройству дворовых территорий 18-22, куда уже должны будут войти все муниципалитеты и все практически дворовые территории. Мне все-таки немножко непонятно, каким образом вот есть двор, каким образом он станет благоустроенным к определенному году. То есть механизм. Это инициатива, видимо, жителей. Да, дальше как она действует? Значит, это, наверное, самая большая особенность существующего проекта, что заказчиком благоустройства становится гражданин, становится житель. Для того, чтобы дворовая территория или общественная зона попала в программу муниципальную, необходимо, чтобы была сформирована заявка от граждан и жителей. Значит, после того, как заявка сформирована жителями, это четко регламентированы отдельные процедуры по формированию заявки. Дальше муниципалитет, включив в программу, либо ту или иную дворовую территорию, общественную зону, проводит, естественно, торги по выбору подрядчика на проектирование и строительно-монтажные работы. Дальше это уже непосредственно проведение всех работ по благоустройству. Какие еще условия для жителей, вот помимо инициативы, чтобы попасть в эту программу? В рамках проекта жители могут и должны соучаствовать в реализации проекта либо за счет финансов, либо за счет трудового участия. Единственное, что хочу сказать, это соучастие граждан в реализации проекта только по дополнительным видам работ. Основные виды работ реализуются за счет абсолютно муниципальных, субъектовых и федеральных денег. К основным видам работ у нас... Самые дорогие, видимо, относятся к ней, например, нет? Нет, это не самые дорогие, но на сегодняшний день, наверное, так сказал, самые спросовые, самые интересующие жители виды работы. Это, первое, дороги во дворах. И мы посмотрели на сегодняшний день, это действительно проблема не единичного субъекта. Дворовые дороги действительно разбиты. Второе, это освещение. И это действительно безопасность жителей, когда мы говорим об освещении. Это скамейки, это урны. Вот этот вот комплект видов работы относится к основным. То, с чем жители сами не справятся, получается. А жители тогда какие виды работ могут быть, например, ими? Сами оплачены или сделаны? Соучастие жителей предусматривается, когда идет создание детских площадок, спортивных площадок, вопросы озеленения. Вот это относится к дополнительным видам работы, в котором соучаствуют жители. Следующий вопрос. Какова роль ОНФ в этом проекте? Основная особенность проекта – это то, что на сегодняшний день заказчиком благоустройства становится гражданин. Президент однозначно сказал о том, что в реализации этого проекта по формированию комфортной городской среды решать за людей нельзя. Люди должны решить, каким быть городу. Люди должны решить, каким быть двору. Поэтому задача на сегодняшний день, которая стоит перед Общероссийским Народным фронтом – это как раз вопросы, связанные с вовлеченностью людей. Это вопросы, связанные с тем, чтобы более вопросы благоустройства не решались в муниципальных кабинетах власти. Для того, чтобы это решалось теперь жителями. Значит, мы видим инициативу от граждан. Мы видим ОНФ, которая помогает, видимо, реализовать инициативу. Мы видим власть. Иными словами, успех проекта зависит от взаимодействия всех этих трех компонентов. В Чувашии, как вы думаете, как происходит взаимодействие и сотрудничество органов власти и нашего ОНФ? У нас предстоит встреча еще сегодня с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства субъекта. Утром мы сегодня встречались с главами муниципалитетов республики. И практически мы созвучны в понимании тех задач, которые на сегодняшний день необходимо решить. Мы сразу сегодня говорили о том, что мы прошли определенный рубеж. Рубеж в том, что сейчас все муниципальные программы на 2017 год сформированы. До 25 мая у нас был рубеж, когда муниципалитеты должны были подписать все муниципальные программы на 2017 год. Поэтому мы сегодня в том числе разговаривали с властью муниципальной и субъектовой о тех проблемах, с которыми мы столкнулись за эти пять месяцев реализации этого проекта. То есть понимание друг друга, да, и задачи есть. Программа рассчитана до 2022 года. Я понимаю, что в Чебоксарах вы совсем недавно, да, вы еще не успели посмотреть город. Но вот то, что вы видели, как вы думаете, до этого, до окончания срока реализации программы Чебоксары сможет стать городом мечты? Вы знаете, встретившись со студентами сегодня университета, вот такая задачка города мечты, по крайней мере, у студенчества я сегодня увидел. Они мне рассказывали столько много интересного и нового, что в их понимании входит в комфортную городскую среду. Что я могу однозначно сказать, тот потенциал, который есть в том числе у подрастающего профессионального поколения, которому надо будет делать город в последующем комфортном, мы же не ограничиваемся только пятилетним планом 2022 года. Однозначно есть все потенции для того, чтобы стать городом мечты. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с координатором Центра мониторинга благоустройства городской среды и общероссийского народного фронта Павлом Жбановым. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok